Друзья, привет! Делюсь с вами долгожданным рецептом влажного шоколадного бисквита. А пока подпишись, чтобы не пропустить новые видео. И поехали! В дежу миксера отправляем яйца, сахар и соль. Далее ставим взбиваться на максимальной скорости 10-12 минут. Просеиваем сухие ингредиенты, это мука, какао и разрыхлитель. И перемешиваем все до однородности. Наша яичная масса готова. Посмотрите, какая она должна получиться у вас пышная и воздушная. Добавляем молоко и растительное масло. Начинаем аккуратно перемешивать лопаткой, венчиком, либо можете на самой минимальной скорости миксера. А дальше всыпаем разом сухие ингредиенты и работаем аккуратно, уже без миксера, только лопаткой. Чтобы наша масса не опала и не потеряла воздушность. Видите пузырьки? Посмотрите, какая она воздушная. Такое тесто залог пышного бисквита. Я беру два кольца диаметром 18 см. Запечатываю дно фольгой и делю тесто на две равные части. Делаю я это через весы. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой, либо зубочисткой. Она должна быть сухая и чистая. Сразу после духовки снимаем фольгу и оставляем в кольцах до полного остывания. Если бисквит вырезать горячим, он уменьшится в диаметре, поэтому оставьте до полного остывания. Посмотрите, какие воздушные, пышные получились у меня шоколадные бисквиты. Дальше я их упаковываю в пленку и отправляю на ночь в холодильник. За это время влага в бисквите распределится равномерно и он будет еще более влажным. Перед сборкой торта я обязательно снимаю вот такими движениями верхний слой и разрезаю на нужное количество коржей. Использую я специальную струну для нарезки бисквита. Вот такой мега шоколадный, воздушный, пышный получается бисквит. Он очень влажный, его можно даже не пропитывать. Но вы делайте по своему вкусу. Обязательно попробуйте его приготовить, у вас все получится. И не забудьте поблагодарить меня лайком. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok